В картинных галереях мира часто можно увидеть большие картины с множеством написанных на них фигур. Это брак Кани Галилейской, пир в доме Левия и другие, под которыми стоит подпись «Паоло Веронезе». Правда, на первый взгляд эти полотна могут показаться странными. На фоне прекрасных построек эпохи Возрождения в красивых и богатых залах с колоннами и арками в стиле XV-XVI веков разместилось многочисленное нарядное общество. И все в этом обществе, кроме Христа и Марии, одеты в роскошные костюмы, какие носили в те времена, то есть в XVI веке. Есть на его картинах и султан турецкий, и охотничьи собаки, и карлики-негры в ярких костюмах. Таков был Веронезе, который мало обращал внимания на то, согласуется ли его картина с историей. Ему хотелось только одного, чтобы все было красиво. И он добился этого, и вместе с этим, и большой славой. Во дворце Дожжи в Венеции есть много прекрасных картин Пауло Веронезе. Некоторые из них мифического содержания, другие аллегорические, но все фигуры на них художник одел в костюмы своей эпохи. Большую часть своей жизни Веронезе прожил в Венеции. Бывая в других городах, он знакомился с творчеством своих коллег, восхищался их картинами, но никому не подражал. Веронезе очень любил писать сцены различных перов и собраний, на которых изображал всю роскошь тогдашней Венеции. Это был не художник-философ, изучающий свой предмет до малейшей подробности. Это был артист, которого не стесняли никакие преграды. Он свободен и великолепен даже в своей небрежности. Любимым сюжетом Веронезе была «Тайная вечеря». Художник обратился к теме, отнюдь нетрадиционной для Венеции. Если для художников-флориндийцев такие темы, как «Брак», «Кани Галилейской» и «Тайная вечеря» были привычными, то венецианские живописцы не обращались к ним довольно долго. Сюжет трапез господних не привлекал их вплоть до середины XVI века. В 1571 году в Венецианском монастыре святых Иоанна и Павла страшный пожар уничтожил фреску. «Тициана. Тайная вечеря». Монахи заказали новую картину Веронезе. Паула оставил все свои дела, приступил к работе. А 20 апреля 1573 года в торжественной обстановке объявил о ее окончании и передал «Тайную вечерю» монастырю. Итак, на картине «Тайная вечеря» Христос собирается со своими учениками тайно. Он просит их найти какое-нибудь помещение, где они могли бы отметить Пасху. Их всего 13. 12 учеников и Христос. Больше никто в евангельском тексте не упоминается. И вот что делается здесь. Оказывается, что апостолам удалось найти не просто помещение, а дворец. Совершенно блистательный дворец роскошной ренессансной архитектуры. Христос собирается со своими учениками в некой великолепной лоджии, открытой во все стороны. Какая тут тайна? Дальше развертывается картина изобильного венецианского празднества. Действительно, в центре Христос, который беседует с апостолом Иоанном. Апостол Петр сидит с другой стороны и тоже слушает. Но не все апостолы вошли в беседу. Некоторые просто отвлеклись на то, что происходит вокруг. Картина замечательна еще и пространством, которое получило название «Веронезовское пространство». Пиршество располагается между трех арок. И дальше, за воздушной пеленой, мы видим уходящий вдаль город. Торжественные и величественные здания уводят наш взор в бесконечность. При этом Веронезе не боится дать большой кусок неба. Работа просто великолепная. Живописец в расцвете своих творческих сил. Единственное только, это не имеет отношения к евангельскому сюжету. Однако вскоре Веронезе получил уведомление, что 18 июля ему надлежит предстать перед судом инквизиции. И причина тому – его тайная вечеря, о которой он уже почти забыл. Что же смутило ярых защитников чистоты веры? Тайная вечеря Тайная вечеря – один из самых главных эпизодов в Священном Писании. И один из самых распространенных сюжетов в мировой живописи. Во время того ужина произошли два важнейших события. Первое – установление таинства Евхаристии. «Примите, едите, сие есть тело мое». Второе – предсказание Христа о том, что кто-то из учеников вскоре предаст его. «Истинно говорю, один из вас, едущий со мною, предаст меня». На каком из этих моментов вечере сделать акцент, каждый художник решал в соответствии с пожеланиями заказчиков. Обычно живописцы усаживали Иисуса и его учеников по одну сторону стола, каким-то образом выделив Иуду. Рядом с Христом помещали любимого его ученика Иоанна. Правда, Леонардо да Винчи позволил себе вольность. Посадил рядом с Христом Иуду. А что делает Веронезе? Он пишет пир, который мог бы иметь место в доме любого богатого венецианца. Да, художник изобразил Христа, но его окружают современники художника. Важные вельможи, грубые солдаты, шуты, карлики. В «Тайной вечере» Веронезе нет никакого драгизма. Она вся сияет радостью, счастьем бытия. Тут люди едят, пьют, беседуют, смеются, получают удовольствие от жизни. Ни таинств Евхаристии, ни страшного предвидения предательства в картине нет. Потому церковным чинам творение Веронезе показалось пропитанным еретической крамовой. И тогда последовал донос в инквизицию. До наших времен дошел протокол заседания трибунала над Павлом Веронезе от 18 июля 1573 года. Вопросы. Сколько людей вы изобразили? Что означают эти люди, вооруженные и одетые, как немцы с алибардой в руке? Сколько, по вашему мнению, лиц действительно было на этой вечере? Я думаю, что там были только Христос и его апостолы. Но поскольку у меня на картине остается некоторое пространство, я украшаю его вымышленными фигурами. Я пишу картины со всеми теми соображениями, которые свойственны моему уму и сообразны тому, как он их понимает. Веронезе пытался объяснить, что художники – это особые существа, которые должны фантазировать и делать все для украшения картины. И он действительно все сделал, чтобы картина была прекрасной. Но вот что касается соблюдения истинности. Возможно ли предположить, что когда Христос встречался в последний раз со своими учениками на этой тайной вечере, что там были немецкие солдаты, шуты, толстяки, собаки? Не должно было этого быть. Веронезе велели картину исправить в течение трех месяцев со дня приговора за собственный счет. И он согласился. Это написано в протоколе. Но на самом деле ничего он в картине переделывать не стал, а просто ее переименовал. Вместо «Тайная вечеря» она стала называться «Пир в доме Леви». А чтобы не оставлять сомнений, живописец поместил на холсте, вверху на карнизе, венчающем пилястры, специальную надпись. «И сделал для него Леви в доме своем большое угощение. Евангелие от Луки». Глава 5. «И сделал для него Леви в доме своем большое угощение. И было там множество моторей и других, которые возлежали с ними. Книжники и фарисеи же роптали и говорили ученикам его. «Зачем вы едите и пьете с модырями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ. «Нездоровые имеют нужду врачей, а больные». Монахи церкви Санса Нипоова ожидали, что это будет отвечающее религиозному сюжету полотно. Этого не произошло. И картина находится сейчас не в трапезной церкви, а украшает замечательный Венецианский музей-академию. Психологическая драма, кажется, мало интересовала Веронезе. Его сюжет достаточно нейтральный по отношению к сюжету заданному. Он пишет нарядную толпу, которая заполняет все пространство, замечательную архитектуру, храморные колонны. Под его рукой краска превращается то в пузатого мужчину с толстым подбородком в полосатой одежде, то в прекрасно выписанную колонну, которая переливается каменным блеском, то воинов с алибардами или гостя со слугой. Какое красочное богатство! Веронезе интересно написать своих персонажей живыми, осязаемыми и движущимися. И чем больше фигур, тем больше он может показать свое мастерство. Был когда-то искренний верующий монах или городской ремесленник, который хотел написать картину правильно, согласно религиозному сюжету. А сейчас перед нами свободный творец, который осознает силу своего творческого воображения. Мы имеем дело с тем историческим моментом, когда монахи еще хотят одного, инквизиторы еще хотят своего, а художник уже очень далеко ушел от этого мира. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»